Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Криптовалютные рынки все еще недооценены. Потенциал этих рынков намного выше, чем полтора триллиона долларов. Это класс активов, рыночная капитализация которого должна быть хотя бы 10 триллионов, как у золота. И я верю, однажды так и будет. Для нас это возможность создать жизнеизменяющее богатство. Конечно, если мы правильно разыграем свои карты. В этом видео я расскажу о 7 причинах, почему, по моему мнению, криптовалюта обязана взрываться на длинной дистанции. Мы сейчас не говорим про месяцы, не говорим, что это произойдет завтра или через полгода. Мы говорим про годы, про длинный путь развития и принятия. И если для тебя это звучит интересно, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию на создание новых видео. Большое спасибо за поддержку. Ларк Дэвис описывает первую причину у себя в Твиттере. Он пишет. Прямо сейчас мы видим беспрецедентную фазу принятия от основных институциональных учреждений. Основные банки позволяют своим клиентам продавать и покупать биткоин. Некоторые учреждения даже хранят криптовалюты. Например, JP Morgan, Goldman Sachs и другие финансовые титаны. И это действительно так. В этом году у нас целая серия сообщений от технологической финансовой компании, которая специализируется на биткоинах для учреждений частных клиентов и банков. Она называется NYDIG. И они рассказывают нам, как они работают с различными партнерами, чтобы каждый банк в Соединенных Штатах смог предложить подобные криптоуслуги своим клиентам. Они уже открывают возможность для покупки биткоина 650 банкам. Это огромные новости для биткоина. PayPal уже предоставляет криптоуслуги для более чем 300 миллионам пользователям в международном формате. Просто невероятно. Подобное принятие произошло всего за полгода. И это только вершина айсберга. Впереди еще множество больших новостей о принятии банками и другими учреждениями. Этот тренд уже становится четким. Финансы идут в сторону криптовалют. В прошлом году банковские депозиты в банках США увеличились на 2 триллиона долларов. И теперь составляет примерно 16 триллионов долларов. А знаешь, какая годовая ставка этих депозитов? Около 0,01%. Люди начинают уставать от того, что не зарабатывают ничего. 0,01% в год. Это просто смешно. И поэтому я думаю, что некоторый процент этих депозитов в конце концов перейдет в криптовалюту. Криптовалютный рынок предлагает достаточно обширный список продуктов с хорошими прибылями. Намного выше, чем 0,01% в год. Например, Compound Finance сообщили, что они запускают новый продукт для институциональных клиентов, которые хотят зарабатывать хорошую прибыль в криптовалюте. Они будут работать только с институционалами и предлагают значительно больше, чем можно заработать на тех же облигациях и тем более на сберегательных счетах. Банковские 0,01% на этом фоне выглядят просто издевательством. Чем больше новостей и историй о криптовалютном принятии со стороны крупных институционалов мы услышим, тем больше будет база для притока новых денег в эту сферу. А вторая причина заключается в смене поколений. В следующие два десятка лет миллениалы унаследуют приблизительно 68 триллионов долларов от предыдущего поколения. А 49% миллениалов владеют криптовалютами. Значит, можно ожидать огромный поток денег с их стороны. Это будет настоящее смещение поколений в финансах и настроений в сторону инвестиций в криптовалюту. Это целое поколение людей, которые уже не видели мира без интернета. Они любят крипту и у них есть куча денег. Думаю, вывод очевиден. Третья причина в том, что дело не только в США. Это глобальная революция или даже эволюция финансов. Недавние исследования показывают, что инвесторы в Индии все больше отдают предпочтение биткоину, чем золоту. Об этом мы уже говорили когда-то. Это гигантские изменения в инвестиционных настроениях. Покупка и хранение золота была особой процедурой для всех инвесторов многие столетия. Сейчас люди начинают понимать, что могут купить цифровое золото, биткоин, и купить его намного проще. Или купить эфириум, который как акции Apple, только намного круче. У нас возник целый новый класс активов. Это очень редкая возможность в инвестировании, да и в жизни тоже. Быть здесь и иметь возможность инвестировать в это. Если смотреть на всю картину, на изменяющиеся инвестиционные настроения, то тренд очевиден. Четвертая причина – это принятие на уровне стран. Буквально полтора года назад мы мечтали о принятии финансовыми учреждениями и банками. Это был наш предел мечтаний. Теперь же происходит принятие на уровне стран. Здесь нужно просто остановиться и задуматься. Подумать над словами «принятие на уровне стран» – это только начало. Принятие биткоина странами – это невероятно. Разумеется, новости из Сальвадора были просто огромными. Сделать биткоин законным платежным средством в стране – очень мощно. Можно платить налоги в биткоине. Можно платить где угодно по всей стране за все, что угодно биткоином. Если захочется продукты, они могут быть оценены в Сатоши. К примеру, пачка риса – 5000 Сатоши, а банка колы – 10000 Сатоши. Теперь все это возможно из-за нового закона, который также будет иметь отражение на международной арене. И за ним будут тянуться некоторые другие страны. Уже тянутся. Другие страны будут вынуждены признать, что биткоин – это деньги, потому что он является деньгами в Сальвадоре. И Сальвадор уже не единственный в своем принятии в этом году. Что касается волатильности курса, вот для этого и нужна большая капитализация биткоина, чтобы эта волатильность была минимальной. И чем жирнее будет капитализация биткоина, тем меньше будет волатильность. И тем больше шансов будет на то, что биткоин будет становиться валютой не только в одной стране, а повсеместно. Суверенные фонды или фонды национального благосостояния уже начинают накапливать биткоины. Известно, что ФНБ Сингапура уже начал это делать. ФНБ Норвегии тоже покупает его напрямую. Они, кстати, признают, что на это решение их вдохновили такие компании, как Микростратегия и Тесла. Даже на Ближнем Востоке некоторые ФНБ покупают криптовалюты, например, в Дубае. Любая из этих историй сама по себе невероятна. Также нужно упомянуть, что центральный банк Ирана выкупает напрямую биткоины у местных майнеров. Если бы я год назад сказал, что центральные банки начнут покупать биткоин, ты бы покрутил пальцем вокруг виска и сказал, «Ди, ты сумасшедший, это невозможно». И вот теперь это происходит. Иранский ЦБ покупает биткоин напрямую у местных майнеров. Я думаю, что мы увидим какую-то из стран, например, Швейцарию, пусть будет Швейцария, которая купит 10-20 тысяч биткоинов в качестве долгосрочной инвестиции. Но это не совсем то же самое, ведь Иран покупает биткоин для использования его в импорте и экспорте. Потому что биткоин – это децентрализованные, инклюзивные деньги, то есть ничем не ограниченные деньги. И я имею в виду неограниченные, например, санкциями. А это наша пятая причина. Ларк Дэвис пишет, институциональный интерес к криптовалюте остается на очень высоком уровне. Глобально существуют публично торгуемые компании с активами на сумму в 10 триллионов долларов в денежном выражении. В современных условиях, можно сказать, у них есть огромный кусок льда в 10 триллионов долларов, который постоянно тает. У хедж-фондов есть почти 4,2 триллиона долларов в активах. В фондах частных капиталов еще 4,5. Семейные офисы контролируют в триллионы долларов. Огромные деньги вращаются вокруг нас. Не стоит забывать и про благотворительные фонды, пенсионные фонды, которые уже начали инвестировать в криптовалюту. Например, израильский пенсионный фонд инвестировал в биткоин через Грейскейл. Крупнейшие университеты США, например, благотворительные фонды Гарварда и Еля, уже начали инвестировать в крипту. До этого мы говорили про публичные компании, но и частные компании тоже сидят на огромном денежном мешке. Речь идет о десятках триллионов долларов. Просто невероятные суммы. Я знаю, что некоторые истории о покупке биткоина, например, Теслой, Сквея или микростратегией, привлекают много внимания. Но очень много денег приходит в рынок совершенно скрытно. И мало кто об этом знает. Например, Андресен Хоровиц, очень известный фонд, буквально недавно привлек 2,2 миллиарда долларов в криптовалютный фонд A16Z. Они сделали это тогда, когда все вокруг кричат, что рынок медвежий, крипта идет к нулю, будет падение на 95% от текущих цен. И, кстати говоря, я не исключаю этого. Некоторые альткоины вполне могут потерять и 99%. Мы это видели в 2018 году. Но в любом случае, то, что делает этот фонд, указывает нам на то, что спрос на криптовалюту не только не падает, а он остается на очень высоком уровне. Он привлек 2,2 миллиарда долларов от институциональных инвесторов, семейных офисов, фондов и так далее. Спрос просто гигантский. А значит, крипта никуда не денется, хотя, конечно, не все криптовалюты выживут. И то, что этот фонд этим занимается прямо сейчас, когда все падает, указывает нам на то, что они оптимистично смотрят на долгосрочные перспективы этой сферы. Скорее всего, они явно рассчитывают, что рыночная капитализация криптовалют спустя 5-8 лет будет не 1,4 триллиона долларов, а как минимум 10, как у золота. Шестая причина, конечно же, биткоин ETF. Для многих день, когда в США одобрят первый ETF, станет праздником. Но в мире это уже происходит. Канада одобрила 3 биткоин ETF. Теперь в совокупности в эти ETF инвестировали суммы на десятки тысяч биткоинов, что говорит о сильном спросе от большого количества розничных инвесторов. Люди не хотят заморачиваться с личными ключами и остальным. Они хотят просто прийти и купить биткоин. Именно это и предлагают ETF продукты для биткоина. Посмотри, что произошло с золотом, когда в двухтысячных, вот здесь, был запущен золотой ETF. Золото выросло на 473%. На то время капитализация золота была в районе 2 триллионов долларов. Это огромное ралли с гигантским количеством денег, которые вошли лишь в один актив после запуска золотого ETF. Бразилия второй в мире одобрила биткоин ETF. В США уже есть 13 заявок на одобрение биткоин ETF. Интересно, что некоторые из них были поданы повторно и подаются уже на протяжении 2-3 лет. Штатам пора одуматься и понять, что своей тормознутостью они делают только хуже для своей страны. Если биткоин – это золото для эры интернета, то разве эти 664 миллиарда долларов капитализации – справедливая цифра? У золота это около 10 триллионов долларов. Скорее всего, капитализация биткоина тоже будет как минимум 10 триллионов долларов. Короче говоря, биткоин ETF в США – это очень серьезно, потому что США – это самый крупный рынок капитала в мире, почти в половину от всего мирового. Вопрос лишь в том, когда это произойдет, а не произойдет ли. Существующие заявки на биткоин ETF в США подавали очень большие крупные компании, такие как Fidelity или, например, Arkinvest. Это невероятные устоявшиеся в этой сфере игроки. Когда биткоин ETF придет в США, это будет большой толчок для цены биткоина. Интересно отметить, что некоторые заявки на биткоины ETF в США подавались повторно и подаются повторно уже несколько лет подряд. Однажды мы все-таки достучимся до этой комиссии. Причина номер 7 находится на этом графике. Это кривое принятие биткоина по сравнению с кривой принятия интернета. Мы можно сказать еще в начале. Если все будет развиваться так же, как сейчас, то в 2030 году криптовалютами будут пользоваться 4,3 миллиарда пользователей. Как же круто оказаться в первых десятках миллионах, которые пользовались ими тогда, когда это еще не было масштабным. Это как одним из первых попробовать интернет. И на том, и на том люди делали огромные состояния, потому что были одними из первых. Все, что я затронул в этом видео, просто вершина айсберга. Откровенно говоря, смарт-контракты кардана будут только лишь в этом году. Эфир 2.0 выйдет в следующем году. Эфир перейдет на Proof of Stake в этом году. Парачейный полкодот еще впереди. NFT все еще развиваются. Кажется, что NFT мания и хайп уже прошли, но эти данные говорят, что NFT все еще в тренде. Децентрализованные финансовые продукты, займы, кредитование, доходное фермерство или фарминг. Все это происходит, и это невероятно. Это не революция финансов, это эволюция финансов. Появился новый класс активов, и мы все еще буквально в начале принятия этого актива. 4 миллиарда пользователей через 10 лет. И ты говоришь, что биткоин не может вырасти до миллиона долларов? Это же просто невероятно. Все деньги мира могут пройти через эту отрасль. Токенизированная недвижимость, акции, искусство, коллекционные предметы. У нас уже есть процветающий рынок стейблкоинов, а в ближайшем будущем мы ожидаем ЦВЦБ, цифровые валюты центральных банков. Происходит не только огромное количество событий и новостей, но и огромное развитие индустрии. Мы только что прошли через ситуацию, когда биткоин упал на 50%, эфир на 50%, альткоины упали на 75% и больше, но мы все еще в начале принятия. Вот где мы. Мы вот здесь. Это невероятно. Я искренне не понимаю тех людей, которые негативно настроены к криптовалюте. Да, я понимаю, краткосрочные медвежьи настроения по отношению к циклам это естественно. Люди напуганы, паника и страх и так далее. Но если мы отдалимся немного назад и посмотрим на открывшийся горизонт, посмотрим на общую картину, мы увидим технологию, которая станет массовой и найдет свое применение во многих сферах. Да что там, она изменит эти сферы. Огромное количество людей все еще находится в стороне, а множество просто не понимает всего этого. Не понимает. Мы понимаем. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал. Телеграм. Ставь лайк. И богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...